здравствуйте с вами Алла Дворецкова вы смотрите передачи о мелочах из жизни сегодня наша тема современная беременность и у меня в гостях лили алмакаева издатель журнала дорогое удовольствие который сейчас находится в этом прекрасном состоянии и также врач-гинеколог похомчива анна я надеюсь что в этой передаче вы узнаете что можно делать что нельзя делать во время беременности и как же провести эти девять месяцев с удовольствием лили но хотелось бы у вас спросить какой у вас сейчас срок кого вы ждете как вообще ваше самочувствие я жду девочку я сейчас нахожусь на начальном этапе девятого месяца самочувствие у меня хорошее сегодня уезжаю в казань уже ждать дату родов токсикоза у меня не было беременность прошла тьфу хорошо поэтому все хорошо сколько вам осталось когда у вас срок сколько осталось до срока так как у меня роды будут посредством кесарева я немножечко пораньше буду рожать на всякий случай осталось наверное недельки полторы-две со стороны врача наверное это правильное решение да тем более вторые роды обычно в 38 тоже тем более еще очень плюс большой можно выбрать дату родов да уже мне дважды прокалывали водный пузырь и я выбирала дата сама ну приблизительно и у меня оба сыночка рождены 9 числа дорого как получилось вот когда я была беременна дважды я все время слышала что тебе нужно кушать за двоих кушай кушай больше вот мне кажется пора уже развеять вот этот миф или все-таки доля правды в этом есть нет доли правды нет единственное только повышается немножечко калорий суточная норма всего лишь там на 400 500 килокалорий в день то есть ребенок достаточное количество витаминов возьмет из матери организма даже если она будет что-то не доедать правильно нет конечно забалансированное питание здесь никто не отменял обязательно должны быть как говорят более 20 продуктов в день разных это обязательно но и конечно различные фрукты и овощи это никто не отменял любые особенно сезонные вот ну и соответственно конечно в продуктах питания сейчас не такое достаточное количество витаминов микроэлементов поэтому дополнительно поливитамины к медикаментам мы еще вернемся это отдельная тема потому что очень серьезно можно говорить долго о ней вот лилия как ваш аппетит что вы себе позволяете кушать что нет слава богу во второй беременности у меня небольшая прибавка плюс 11 килограмм но это здорово да так как в первую беременность у меня была огромная прибавка в районе 25 килограмм вот мне как-то со второй беременностью проще потому что мне не хотелось ни сладкого не соленого и не копченых крылышек как было с первой беременности то есть вас спокойно вас даже нет никакого необычного продукта есть необычный один продукт я очень полюбил газированную воду обычную итальянскую вот именно есть один бренд который вот у меня прям слюнки текут ничего и я ее поглощая литрами а с чем это вообще может быть связано что почему-то в период беременности вот очень хочется именно это именно газированной воды не обязательно это может быть что-то пристрастие но как бытует мнение значит это не в организме не хватает вообще у беременных конечно повышается потребность жидкости это однозначно даже это уже с первых до когда недель беременности они хотят больше пить да это все замечают пить пить стаканами да хотя до этого может быть выпивали всего два-три стакана отеков у вас не было лили но у меня сейчас небольшие отеки начались ну наверное скорее всего это связано уже с поздним сроком так как нагрузка все равно ребенок уже более двух килограмм и все равно наверное для организма это стрессовая ситуация и так как я нахожусь постоянно на ногах за рулем и вот как на трех работах что можно делать я вообще не сижу дома поэтому меня врач уже ругает конечно но другой стороны я считаю что беременность это не болезнь поэтому нельзя себя жалеть хорошо раз вернулись к этому я знаю что у вас были по моему перелеты во время беременности правда у меня был один перелет какой срок был пять-шесть месяцев мы летали в париж и вы даже катались на вот этой по моему дизайнерской там горки по моему до срывально был день рождения я не могла его оставить то есть кроме из вашего окружения никто больше не рискнул туда мы сели все муж я и ребенок и и жать ребенок как вы это все я конечно же слайд боялась держал живот груб расти меня но это стресс для вас был или это было бы была масса положительных эмоций был стресс конечно потому что я панически боюсь аттракционов а вот скажите вот советское время было такое утверждение что рожать нужно до 25 лет в 30 лет ты уже старородящая сейчас я насколько знаю этот временной примежуток сдвинули с 25 до 35 лет и предпочитает называть возрастная первородящая это касается первого ребенка а вот насколько верно это утверждение сейчас сместились сроки до для зачатия для планирования беременности вообще сейчас начинается двадцати восьми лет это тоже значит возрастная первородящая но это можно объяснить легко потому что сейчас женщины хотят закончить учебу получить высшее образование сделать себе карьеру только потом задумываются о своем потомстве до скольки желательный возраст забеременеть первым ребенком до скольки он все до 30 до 30 до 30 я читала в интернете что и до 40 лет 1 до 30 после 30 я сразу скажу что после 30 риски вынашивания и риски каких-то наследственных патологий повышается с каждым годом небольшой процент но тем не менее есть это только из-за этого конечно и в 40 лет мама может стать первым до первенцем но риск огромный да и риск есть поэтому об этом нужно помнить поэтому все-таки до 30 лет первого малыша нужно родить всем лили вот не секрет если сколько вам лет мне 33 вот получается лилия она относится к зоне риска если у него вторая беременность пограничная я думаю что у лили все хорошо а вот скажите если я забеременею в 35 38 лет третьим ребенком я буду в зоне риска да будьте зоне риска но сейчас существует конечно я хочу вас уверить что не переживайте сейчас есть ультразвуковой диагностик очень хорошие 3d даже 4d скоро появится у нас городе ульяновске вот у меня вопрос от подписчицы тоже был вредно ли узи не для ребенка совершенно даже вот эти 3d и 4d почему-то я так консервативно к этому отношусь что мне кажется что по старинке это менее вредно для малыша нет это не вредно для малыша не для мамы никак единственное только влияние на тот кто производит ультразвук да сейчас современные аппараты что там такое минимальное количество дозы ультразвука дается что малыш для малыша и для малыша совершенно не вредно у нас очень интересная тема ну куда же без нее это секс и беременность вот можно или нельзя это вечная тема вот что вы думаете по этому поводу конечно сторонниц некоторые женщины знаете сразу могу сказать что во время беременности у них меняется пристрастие и они очень хотят интимную жизнь да 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 я даже что чаще наоборот они не хотят я бывает 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 по-разному да что женщина мне кажется каждую каждый день требует от мужа если противопоказания со стороны вынашивания и нету угрожаемым там по вынашиванию может быть диагнозе кто-то да в своей карте или женщина не не лежала на сохранении да то есть нет противопоказания да нету каких-то серьезные проблем со здоровьем то пожалуйста смотрите я считаю что это все психологически зависит от женщины мужчины потому что некоторые рассуждают так что как ваш муж рассуждает вы можете сказать я муж всему сразу сказала что это все как бы на подсознание и что уже не так как вы жили до интимный процесс он никак не влияет на ребенка потому что есть категория мужчин который думает что он задевает задевает но это на самом деле не так так потому что между маткой и извините за такие подробности да и органы влагалища есть еще шейка матки который полностью защищает если она не короткая и никакая не патологическая то пожалуйста да там же еще околоплодные воды там еще конечно сама мышца матки конечно она же увеличивается в размере защищает малыш полностью защищен если женщина требует то пожалуйста это даже нужно потому что особенно на последних сроках беременности это кто через естественно родовые пути и размягчается шейка перед родами а вот скажите раз мы уже говорили про шейку у меня такой спонтанный вопрос а после коанизации шейки матки можно ли через год забеременеть и родить естественным путем или в основном все таки сразу же на кесарево очень такое здесь очень такой спорный вопрос здесь нужно смотреть ультразвук размер шейки потому что он должен быть не менее двух с половиной сантиметров какая плаканизация глубокая не глубокая тут конечно зависит от индивидуальной женщины то есть смотреть нужно ее непосредственно как это все зажило да да и конечно женщина если забеременела и не сказав об этом доктору да конечно нужно есть очень такое мощное наблюдение за шейка это однозначно но не переживать даже если у кого-то проблемы например какие-то и короткая шейка так называемая то сейчас очень много приспособлений есть писари так называем то есть все это удерживается все и женщины вынашивают то есть проблем с этим нет хорошо поэтому дорогие милые наши беременные девушки занимаетесь сексом не бойтесь все будет в порядке да тем более это такое во первых когда женщина испытывается такая тема тоже очень рада да потому что оргазм это первых на центральную нервную систему женщина получает удовольствие конечно что женщину радует а если женщина не получает удовольствие то в принципе нет у вас была разница в первой беременности отношений к сексу и во второй беременности нет ли такого что женщины в первую беременность слишком оберегает себя в этом плане а во вторую же проще не было такого у вас в первую беременность у меня вообще все было по-другому него не хотелось вообще ничего потому что у меня была на тот момент другая жизненная ситуация поэтому вторая беременность у меня совершенно совсем другая по-другому благодаря мужу благодаря нашим отношениям и гармонизации в семье поэтому я считаю то что и мое вынашивание благополучное от 2 его тоже заслуга атмосфера двух людей очень тоже интересная тема это косметология и беременность вот раньше я помню что нельзя было даже сделать себе маникюр постричь волосы да вы что как же а краска волос вот допустим автозагар ну можно это все делать беременность например что автозагар нет так как ты пары вдыхаешь выдыхаешь это все все равно проникает через внутренние как бы очень тщательно состав наверное нужно да если например делать окрашивание щадящее безмячное то вполне возможно потому что нет взаимосвязи плаценты и то что волосы нам тебе красят безмячный хорошей краской опасности и вреда ребенку не принесет то что мама нормально выглядит и не затросшими корнями до плеч там не замучены и так далее тоже все влияет на настроение ребенка потому что живой организм как ты себя чувствуешь как ты несешь себя в массы так и твой ребенок себя чувствует вот и маникюр я тоже считаю что вполне все может даже вот эти все гель-лаки шуя всегда гель-лак делаю у меня держится нормально единственное конечно нельзя инъекция то что проникает внутренне вот и аллергические реакции аккуратно потому что у меня вот сожалению один раз случился отек квинке во время беременности 6 месяцев вот аллергическая реакция на что провоцирован на уходовую процедуру но здесь как бы как сказать ничьей вины нет что это за процедуру была процедура была пилинг легкий массаж шоколадным маслом и была маска нанесена на лицо да 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 и видимо как бы спровоцировано это все не подошло мне просто но быстро вы от этого и временно оказали медицинскую помощь преднизолончика кольнули нормально обошлось слава богу конечно напугалась я и муж напугался вы после этого перестали делать всячески косметически вот уже не перестала скажите какие вот косметические процедуры вы все таки делали вот помимо пилинга для лица что нельзя категорически делать это факт здесь как бы я рискнули просто я не рискнул я просто доверил специалисту и так получилось что но хотя они говорят что это не возможно это было очень легкий пилинг и до коррекция не могла спровоцировать такой отек ну я не знаю я не профессиональный врач косметолог чтобы с ними спорить результат был на лицо что вы позволяете себе делать и чувствуете себя безопасно и красиво при этом я позволяю себе делать чистку хайтера фэшел это голливудская чистка вакуумная вот это чистка лица да это чистка лица освобождает кожу от загрязнения роговевший слой снимает легкий массаж лица или про лица но я делаю еще нас массаж ног чтобы не было отеков и массаж шейного отдела чтобы шея не затекала и спать хорошо и масочки дома регулярно делаю тоже масочка масочки с каким составом я люблю абрикосовые маски вот понятно она вот как вы относитесь к различным процедурам как и любой доктор если никаких противопоказаний нету и конечно сначала нужно было пилинги можно делать я сейчас скажу какие это только миндальные пилинги легкие пилинги и азолаиновые пилинги есть такие то очень легкие которые снимают только поверхностный слой правильно сказали голливудская сейчас чистка это вакуумная это не повреждается кожа то есть это тоже очень можно делать единственное что если какие-то маски до ухода и какую-то косметику сначала нужно проверить на кожу небольшой участок обязательно потому что если будет какая-то аллергическая реакция в течение 20-30 минут то на коже конечно носить нельзя ну и конечно нужно смотреть состав то чего вы наносите чтобы там не было никаких анна вот я вычитала в интернете вчера что беременны не должны использовать в составе чтобы уходовых средств не было витамина а гидрокортизон и бензоил пероксид это правильно все правильно витамин а это очень это витамин да который конечно нужен во время беременности он есть и в поле витаминах если женщина употреблять но в большом количестве он является тертогенным действием то есть у роста плана вызывает очень осторожным гидрокортизон это глюкокортикостероид он тоже может вызывать аллергические мощные реакции вообще нужно очень смотреть состав так очень внимательно очень внимательно и в действительно все правильно нужно в основе фруктов ягод и делать такие это можно а вот беременность и спорт какими видами все-таки активной жизни можно заниматься вот чем занимаетесь вы беременность или у вас достаточно вот различных там поездок дела работы нет я ходила на плавание плавала на акваэробику ходил на йогу но до определенного срока так как мне уже тяжело было лежать на спине во время йоги и к сожалению это тут от отсутствия времени потому что я просто не успевал а вот вода то что она хлорная это ничего никак не влияет ну как сейчас говорят гинекологи что плавание очень хорошо избавляет от отеков для плода так как плод живет водной атмосфере у нас ну не знаю я вообще аллергик хлорки тоже я тщательно подходил к выбору бассейна вот у меня не было никаких реакций опять же повторюсь до определенного периода беременности но к тому времени у меня уже и закончится этот до скольки вы вот позанимались примерно до тридцати двух недель но ну это вы хорошо так она вот как вы относитесь замечательно это первых расслабляет мышечный каркас спины это лимфодренаж нижних конечностей от избавления от отеков плавания это просто прекрасное расслабление всей спины да и конечно йога это тоже но и специальный фитнес для беременных то есть никакие конечно тяжелые физически то есть например там пилатес и как некоторые можно мне ходить на пилатес как меня спрашивают нет вверх тормашками она не может сделать нет хуже не может сделать если никаких противопоказаний да но если только аллергические реакции конечно нужно дать естественно подходить тщательно к выбору но не такого что вдруг вода туда проникает и какие-то ничего не может быть да действительно только нужно тщательно подбирать бассейн это прям подходить чтобы действительно там мы измеряли уровень паши хлорной воды вот именно вот каждый день не меняли конечно воду лилия знаю что вы водите машину вот вы на передачу приехали сама за рулем я сама тоже беременность до последнего момента а водила машину вот анна как это можно вообще позволять беременным садиться на руль вот за рулем если беременная женщина доставляет удовольствие вождение машины и она без нее просто не представляет свою жизнь то конечно почему бы нет а и но а если пока беременная женщина едет и тут постоянные какие-то ситуации и она ругается за рулем то здесь нужно себя держать в руках иногда лучше выргутся и сказать но то есть в принципе если девушка за то можно осторожно опять же противоказаний никаких нету ну конечно пожалуйста нужно и даже нужно если ее жизнь это очень большой вот когда ты беременна нам конечно же хочется побыстрее узнать а кто же кто же это будет и самое достоверное это по моему в 20 недель узи да делается и есть же разные способы вот на начальных этапах я знаю 6 недель по анализу крови на днк еще какие-то способы вот если безопасный способ но вот для тех кто хочет узнать это вот на самых ранних этапах беременности кровь да да можно я тоже 5 копеек ставлю мы тоже узнали через кровь да да потому что мы как раз улетали в париж и нам ну мужу особенно не терпелось узнать кто же будет потому что мы немножко хотели под закупиться грубо говоря на узи она сказала возможно как бы переформируется в мужские половые органы она не гарантирует но можно сдать кровь и когда я сдала кровь это из вены из вены да через пять дней мне позвонили и сказали что девяносто девять процентов это девочка то есть это самые точные сам это а сколько стоит эта процедура мы в районе 3000 в областном перинатальном центре бесплатно никто такую процедуру не сделала понятно многие вообще не знали что есть такое я сама не знала что есть недавно появилась и если уж очень кому не терпится узнать я тоже никакого вреда никакого вреда это обычная сдача всех анализов как установки ночью то же самое также набирается кровь из вены и также дает тоже сразу же уже там известен какой залу я буду да есть дополнительно есть если оплата дополнительно дарит фактор группа крови да тоже можно взять а у вас так что вот так что сейчас очень современно все есть у нас таких докторов тогда можно перейти уже к медикаментам во время беременности что же все-таки можно нам употреблять употреблять и вы знаете я замечала такое со второй беременностью что я наблюдалась сначала в обычной поликлинике и мне у меня сложилось такое впечатление что все идет вот под копирку всем назначается одно и то же надо но тебе или не надо и я уже на тот момент как бы по словам гинеколога попадала вот в эту зону риска и если честно я все что мне прописывалось я не использовал я использовала фолиевую кислоту йодомарин когда вот уже это все прописывает и витамины левит при наталь которые выписывались я тоже использовала ну может быть что ты еще но вот все подряд я не употребляла лишь бы мне такое ощущение что врачи они пытаются себя чем больше выпис выписывать список они тем самым делают да немного снимает ответственность в случае каких-то негативного исхода да есть такой нет в случае моем я выписывать только строго показаниями если это необходимо сейчас конечно а вы где в платной получается клинике то есть все-таки есть различия платные и бесплатной медицины не могу сказать за других докторов но действительно гинекологи конечно перестраховщики еще те боятся потому что конечно это мама и ребеночек а верно ли что можно наблюдаться даже у двух гинекологов чтобы было вот как-то две точки зрения конечно пожалуйста да да пожалуйста конечно стоит на учете на первом консультироваться на первом плане и как у вас получается два гинеколога одинаково сходятся или знаете вообще какая ситуация я в принципе капризный клиент и я всегда перед тем как пойти к врачу перечитая весь интернет щепетильный да у меня знакомая моя хорошая она как раз врач репродуктолог гинеколог репродуктолог и в принципе первый человек который узнал о моей беременности это была она мы с ней начинали поэтапно потому что о своей беременности я узнала уже более трех недель были я заболела то есть у меня нос вообще не дышал я думала что у меня грипп вот здесь вот кстати у меня тоже был вопрос от подписчиков как обезопасить себя от процедуру от всех грипповых вот этих простудных заболеваний я капала гриппферон я тоже назначаю гриппферон это единственные капельки которые можно и для беременных с триместр и для малышей с первых дней жизни один раз они меня так и не спасли потому что мой поочередно ребенок муж я и чем же вы в итоге вылечились он мне делал какой-то чай с кизиловым вареньем с лимоном там бодяга народные средства уже подключили вы знаете когда мне уже нужно было рожать и вот буквально на последних неделях у меня был практически двухсторонний гайморит я уже делала снимок на тот момент благо можно было уже на моем сроке и когда я шла рожать я очень переживала думаю господи ну как же я возьму сил как я буду рожать я постоянно промывала нос аквамарисом и у меня были тоже какие-то вот капли спреи но вот вы знаете он мне был заложен мне было плохо но вот во время родов я забыла обо всем как-то само получилось что сам процесс я не знаю у меня и нос дышал у меня на все хватило сил и буквально после того как я родила на следующий день у меня от насморка ничего не осталось вот вот в общем такая история была но я очень этого боялась на этом если что не бойтесь и знаете такое интересное связано моторный беременнах это уже на последних сроках на это бывает только закладывает носу беременна горит у меня постоянно закладывать я заболела и умер на болела голова это было ощущение по снимку был гайморит да у меня очень было много вот каких-то гнойных здесь скоплений смотреть конечно историю до вашу но и говорю беременных бывает на последних срок потому что все равно отеки сосудов есть и а нос очень кровоснабжает этот орган который большое количество капилляров да и поэтому во время беременность особенно последних сроках нос отекает увеличение нос иногда у женщин бывает наблюдается на вы тоже замечали может быть и беременных и вот после того как проходят роды малыш уже ходил проходит на момент это действительно так если причем капли любые сосуды слышу не спасают уже вот получается как же обезопасить себя и не заболеть беременной когда идет вот как раз такое время когда поголовно сену железная конечно всякие против вирусные препараты которые продаются в аптеке их нельзя употреблять внутрь никакие одесна можно грипп ферон оксалиновая мазь и свечи лиферон детские которые 250 которые дозировочка маленьких тоже можно использовать а вот насчет оксалиновой мази это очень спорный такой момент многие говорят что это вообще бесполезная но кто-то верит конечно если выбирать от грипп ферон который в каплях и который оксалиновый конечно грипп ферон конечно много лучше то есть вы все-таки немного верите в чудо действия оксалиновой мази что если в носик ее добавить можно отправлять ребенку в школу и самой ходить везде перечислила все что можно выбор за пациентами ну конечно я сама сама я назначаю грипп ферон и вифероновые свечи детские понятно понятно лили вы вот после того как вот это заболели один раз больше нет я болела три раза три раза во время беременности и все время вас грипп ферон спасал или еще к чему-то прибегали нет от отека носового меня все-таки снуп сосудосужащий я не могла без него иначе я бы мне кажется сдохнулась также аквамарис промывание промываться что я еще делаю вот опять же повторюсь чай если нет кизилового варенья можно просто хорошо выжать лимон либо с малиной опять же если нет аллергии ну а температура в принципе мне помогли свечи генферон да это однозировочку нужно брать вам скажите пожалуйста вакцинации во время беременности как вот вы относитесь к если сделать вакцину против гриппа то первый год жизни ребенка будет здоровыми вот этих прививок потому что я мое мнение я тоже против очень спорный вопрос в плане прививки вообще или от гриппа вообще да ну допустим возьмем просто вот от гриппа который вообще от гриппа я считаю я считаю что это вообще бесполезно и потому что грипп это такой это вирус до гриппа он каждый год мутирует и как в том в том году в 2017 году был какой-то грипп сделали сразу вакцина 2018 может быть совершенно другой это что сделали в 2017 году который и сделали в 2018 то есть просто человек просто переболеет еще раз вообще-то вирусы гриппа иммунитет очень стойкий долгий именно на этот штамп я считаю что это ребенка должен бороться то есть лишний раз не нужно никаких вот этих вот вообще до года у малыша формируется беременны беременны я думаю беременны тоже у них вообще снижен иммунитет и они вообще очень подвержены аллергическим я с осторожностью очень расскажу такую историю что я уже дважды за два года отказываюсь от вакцинации против гриппа и в школе у ребенка и в садике у малыша у меня возраст 8 лет и 4 года ни один не было ни одного дня когда мои дети не посетили детский сад или школу у меня даже родители постоянно спрашивают садике что вы какие вы витамины ребенку даете он у вас никогда не болеет можно сделать вот и вы знаете я отказываюсь от этих прививок я ничего не ввожу мне я вот против этого и вот как видите мои дети слава богу здоровы и я не верю все я с вами вот с этим соглашусь особенно прививку от грипп который вакцинации я на самом деле тоже против никогда и не делала и не советую никому ее делать это мое личное мнение конечно лично каждого но мое личное мнение так да да там кто решает у меня последний вопрос на сегодня от подписчицы нужно ли носить бандаж из какого периода его начинать носить бандаж это вообще моя главная боль которую я до сих пор не купила я не носила две беременности бандаж ни до ни после я носила но опять же я не понимаю вот смысл этого бандажа вот на сейчас без бандажа вообще его нет поддержка живота он и так стоит колом а что там поддерживает анна почему вы советуете бандаж мне тоже приписывали две беременности бандаж я не носил не дару я не помню пожалела или нет денег еще что-то после операции кесарева обязательно нужно носить бандаж но после того как я вышла из роддома я выкинула сразу да да но я не знаю как бы почему мне вот он не комфортен именно это тоже все индивидуально если боли в спине да если конечно различные например посещение бассейнов там пера массажа да не помогает только что ношение бандажа это однозначно показания но тоже не всем подряд если вы себя комфортно чувствуете с таким животиком спина у вас не болит то и зачем тогда носить его в принципе я считаю что это только тоже по показаниям хорошо но вот я не носила две беременности и вроде бы все прекрасно все прекрасно да решайте сами думайте сами вот чтобы вы хотели пожелать нашим зрителям лили я хотел бы как обычно пожелать всем добра счастье выражайте детей это прекрасно когда есть возможность рожать многие об этом мечтают пусть все женщины состоятся прежде всего как мамы потому что это наше главное предназначение приносить в этот мир новую жизнь а сделать карьеру музыка с каждым ребенком приходит новое счастье в семью потому что дети главное здоровые дети это лучики солнца это ангелочки которые даются свыше да спасибо ну что вы пожелаете я даже хочу всем дорогим дамам дорогим девушкам женщины пожелать крепкого здоровья найти себя да конечно резали реализоваться как мама конечно быть любимыми любить ну и огромного счастья исполнения всех желаний и конечно посещайте гинеколога раз в год и диспансеризация обязательно это точно ну и конечно наверное после этой передачи у нас будет отдельная тема восстановление после это очень интересная тема я ее уже давно развиваю поэтому посовещавшись здесь до эфира я узнала такие нюансы которые я не знала до этого вообще мне срочно нужно к вам в общем-то спасибо вам большое за то что вы были с нами это ульяновской правда нашей передачи о мелочах жизни и мои гости лили и анна надеюсь вам понравилась наша компания и вы просмотрев эту передачу с позитивным настроением посмотрите на мир немножечко по-другому пока пока и до новых встреч